Всем привет, с вами я, Алексей Бессинджер, и сегодня мы зайдем на сервер Голл Тролли Плей. Итак, видим окошко, в котором нам нас спрашивают, действительно ли мы хотим играть. Ну, конечно, я хочу играть, если я зашел на этот сервер, ну, нет, я нажму отмена, ёлки-палки. Вводим мой самый любимый и грамотный пароль, который просто невозможно взломать. Я не буду рассказывать, почему, но его взломать невозможно, чуваки. Поэтому используйте только этот пароль, везде абсолютно, и тогда ваш аккаунт останется в безопасности. Заходим на сервер, подтверждаем стандартные правила и видим, что деньги у нас идут от, эээ, скольки там у нас, 10 миллионов, по-моему, или миллиарда, к нулю. Это, видимо, я с кем-то в скайпе сидел во время записи, и, эээ, он напевал, ну, ладно, ничего страшного, деньги ушли в ноль, и здесь я ничего не вижу. Я решил сразу пройтись по определённым пунктам, которые мне посоветовали администрации этого сервера. Сразу же мне предупрежу, дали денег, дали доступ к админке, и сервер это тестовый, чтобы я здесь всё рассмотрел, то есть, и спокойно, как в песочнице сидел, делал чего угодно. Сейчас я нахожусь на авторынке, здесь мне нужно купить машину, то есть, ну, нет, не нужно, но если я попал на авторынок, то, соответственно, я пришёл сюда за тем, чтобы, ну, посмотреть себе машину и купить. Я пытаюсь её купить, но у меня не получается, потому что я думаю, что самый умный, и читать мне ничего не надо. Здесь произошёл, ээ, почему-то респаун машин, ээ, видимо, администрация сделала, или, ну, не знаю, в общем, ээ, я теперь читаю до конца всё правильно, устанавливаю цвет, ну, и, и всё, и машина моя. Теперь мне осталось получить номера, кстати, есть команда парк, то есть, я могу припарковать свою машину и респаться, она будет именно там. Здесь почему-то всё закидано туризмами, и это сделал не я. И тут я, перевернувшись, вспоминаю, что есть команда парк, которую можно использовать вот таким образом. Ээ, да, всё это надо фиксить, всё это надо заранее продумывать, но пока сервер сырой, и администрация, ну, не, эээ, ещё пока всё, в общем, в разработке. Поэтому я просто освещу разные функции, которые в итоге будут супер-классными. Я приехал в гаражей ЛСПД, и здесь, ээ, мне нужно получить номера и пройти ТО. Ээ, вводим команду и, ээ, начинаем проходить ТО. Ничего не происходит на экране, всё заморожено, мышкой пошевелить не могу, отъехать не могу. Ээ, в итоге я буду просто стоять, эээ, две минуты. Ээ, весело. Супер. Класс. Уу! Итак, получив номера, эээ, San Andreas 389RC, ээ, не знаю, что это значит, может быть, ну, понятно, СА, это San Andreas 389, это просто номер, а RC, я не знаю, может, эээ, remote control, типа, такие тачки на пульте управления. Ну ладно, идем дальше Мне сообщили, что здесь можно снимать квартиры То есть стандартный rent room И мы сразу видим кнопку аренда То есть на купленном доме, если мы подходим Видим вот такое окошко То есть вместо купить у нас появляется аренда И я тащим-то арендовал дом Хотя информации абсолютно никакой по этому поводу не вижу То есть Как, что, понятно Там, ну, вот эти стандартные команды дома Но сколько я буду платить И сколько, может я этого не углядел просто Я не знаю, но в данный момент Когда я арендовал дом, мне нихрена непонятно Что я буду с этого получать Как я буду респаться Как будут располагаться моя и Моя машина и машина вот этого Как его зовут? А, как его зовут? А, не, моя машина, наверное, будет Ну, владельца я имел ввиду А моя машина, наверное, будет располагаться там Где я ее припарковал командой WebPark Заехав на заправочку Я был несколько удивлен Потому что увидел кучу видов бензина Ну, как кучу, то есть разнообразие вообще Попробовал заправить вот эту Колымагу в 80-м Потому что нахрен ей вообще какой-то другой Но оказывается, ее нужно заправлять аж 95-м Ёлки-палки Тогда, извините меня Чем заправлять Инфернус или Туризм Каким-нибудь люксовым Там, не знаю, 98-го здесь нет Евро здесь тоже нет Здесь вообще ничего нет Я решил отправиться в неон-мастерскую Которую нашел GPS Пока я добирался до этой мастерской Произошло Куча разных обстоятельств При которых я потерял свою тачку Но вот я приехал И, въезжая в здание, мы видим, что оно Абсолютно прозрачное И, ну, недоработанное Понятно Но разработчики обещали мне, что все будет классно И что через пару недель мод я просто не узнаю Будем надеяться Ладно, понатыкаем Всякого разного неона Кстати, никакой помощи в этом здании В этом помещении нет То есть, все знай сам Мне просто сообщили команду Поэтому я знаю А так я приехал сюда Откуда я могу знать Короче, отрабатывать здесь надо Вообще все То есть, переделывать к чертям На мой взгляд Ну, а пока Тем временем будем Натыкивать неон Чтобы потом быть пафосными Модными и классными И так далее Поставив неон Я вычислил, что на букву R Есть радио И давайте послушаем его Да, здесь задействована система потокового аудиовещания Которая была введена не так давно Йоу 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 Вот И, собственно, мне она понравилась Потому что Ну, своя музыка зачастую наедает Свой плейлист какой-то И вот так включить радио Послушать Прямо самое оно Капот и багажник у меня открываются Потому что я прыгаю на нам клавиши А эти нам клавиши Забиндены, так скажем В этом моде Под открытие и закрытие Капота и багажника Все это, конечно, весело Интересно Но, проходя возле мэрии Я заметил вот такой вопросик И здесь можно купить себе походку Да То есть, как видите Можно купить походку Старухи Шлюхи Я не знаю Можно ли замещать эти походки Походки Если можно совмещать То я бы взял себе Походку Пьяной шлюхи Это был бы дикий хардкор Я бы был Самым интересным бомжом на сервере Также, если вы добьетесь статуса мэра На этом сервере Вы сможете садиться в любой автомобиль Проходить в любую дверь И делать вообще все, что вам захочется Потому что вы мэр С одной стороны, это правильно Но, зная наших игроков Вообще, я не имею в виду На ком-то определенном сервере Просто зная наших игроков Русских, чисто Пацанов Мальчиков Мальчуганов Этим будут зачастую злоупотреблять Но, в принципе, если за этим следить То Все будет очень Умеренно И хорошо Поэтому мне нравится Лайк Большой палец Да, все дела Копы, в свою очередь Могут выбирать себе набор Для разных Пацанек То есть, зависит от ранга Если вы Ну, я сейчас лидер на данный момент Поэтому Кстати, забейте Я в невидимой броне Я не знаю, откуда она взялась у меня Но у меня невидимая броня Так вот Можно выбирать себе набор Соответствия с рангом То есть, вас довысили Довысили Ужас 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 Так сказать Вот, вас повысили до третьего ранга Вы можете взять набор третьего ранга Если вас там до другого повысили Можете взять другой набор Я думаю, понятен Понятна суть И идем дальше Изучая команды полицейских Я обнаружил такую команду, как Выставление шипов То есть Сначала я не понял, что это А потом, немного отойдя Я понял, что На дорогу ставятся вот такие шипы И именно этого не хватало На большинстве серверов Которые я Да даже на всех серверах Которые я Уже, так скажем Обозревал Не хватало именно Вот таких вот шипов Может быть, я не видел Может быть, они есть Но О них даже не упомянули Или я просто невнимательно Как-то проглядел Как видите Все колеса у машины Пробиваются Шипы Самые, что и ни на есть Настоящие Я не проверял Можно ли ставить их Прямо из машины Но Их можно убрать Из машины И Это не очень хорошо Потому что Ну, если уже придираться Там, говорить о РП А всякой такой Замуте То, конечно Надо прорабатывать Проверил команду Find Не работает Потому что я не детектив Хотя я полицейский И далее Увидел команду Go to me И, конечно же Начал искать себе Напарника Недовольный парниша С грубо Получил от меня Наручники И далее Я попер Использовать эту команду Сначала Опять же Я не понял А потом Допер Да Можно вот так Ну В кавычках Тащить за собой Преступника Здесь Я не знаю А вот Да Вот так тащится И потом куда-то исчезает Ну Это тестовый сервер Здесь играли И админы И всякие чуваки Которых специально сюда позвали Поэтому Улететь Они могли по разным Здесь я пытался Разобраться Как работают команды Go to me И усадить в машину Но В итоге я посадил Конечно туда человека Но Как-то он не сработал Боганул Или не знаю что Но в общем Есть команда Усадить в машину Есть команда Притянуть к себе И Есть шипы В общем Для копов Созданы довольно-таки Неплохие условия Поэтому Лайк Также Не знаю зачем Но Администраторы Попросил меня Показать Что здесь есть Тюнинг Вот я накидываю себе Специально денег Да-да Читер Романщик Пользуюсь админскими Этими Привилегиями В личных целях Но Как видите Здесь Обычный тюнинг Ничего необычного Стандартный Как и в одиночке Я не знаю зачем Но Автор просил меня показать Ну Вот Пожалуйста Любуйтесь Здесь обычный тюнинг Итак Давайте подытожим У нас есть сервер Который находится Еще в очень сыром состоянии И которому нужно Работать И работать над собой А точнее Над ним Должны работать Скриптеры Которые занимаются Непосредственно Своим делом И Ну авторы Как я уже говорил Авторы мода Обещали мне Что через две недели Мод будет просто не узнать И конечно же Может быть Я посмотрю на него Может быть Вы в комментариях Мне напишите Что Ну Как он изменился Через две недельки Мы поверим авторам Опять же Все Вся информация О видео Там О моих контактах Извините Музыку не всегда выкладываю Не всегда ее сохраняю Я сам Не люблю Когда авторы Не выкладываю Я начал очень и очень много Говорить Но так как Мне нечего Вставлять под это Просто в следующий раз Следующее Мое видео Будет некий анонс Плюс Ответы на вопросы Плюс Я не знаю Подкасты это называется Или что И там я Выговорюсь наконец-то А на этом все Всем спасибо С вами был Алексей Бессенджер Подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok